Деревья во дворе на Михайловском шоссе 82, корпус 2 давно представляли опасность. В начале мая одно из них упало на теплотрассу. Столб и угол дома 82, дробь 1. Позвонил в теплосеть, они приняли звонок, все, как бы приехали потом, осмотрели и вот пропали. Больше не появлялись. Жильцы забили тревогу. Сначала обратились в теплосеть, префектуру железнодорожного района. Потом в администрацию Рязани и в управление благоустройства города. Они надеялись, что меры примут безотлагательно. Я делал обращение на электронную почту администрации города Рязани, где мне сообщили, что обращение принято. 31 мая отвез заявление в управление благоустройством. Было оно принято к рассмотрению. На сегодняшний день ситуация такая опасная. Деревья так и не спилили. В среду 5 июня деревья упали на два автомобиля. Огромная ветка накрыла иномарку. У машины пострадала крыша. Были и другие повреждения. Машина полностью была под деревом. Даже невозможно было дверь открыть. Какие повреждения? Ну там, конечно, примялась крыша и ветками поцарапано лаковое покрытие. Пострадала и рядом стоящая машина. Владельцы вызвали сотрудников ГИБДД. Машина, слава богу, получила не самая... Пока не знаю, как бы экспертиза покажет, но чисто внешнее незначительное повреждение. Но это опять только из-за того, что я вот на прошлой неделе, мы опилили ветки, она попала между сучьями. Вот как бы сучья вокруг машины, как шалашом ее закрыли в каком-то счастливом стечении обстоятельств. Как рассказали местные жители, остальные деревья во дворе по адресу Михайловское шоссе, дом 82, корпус 2, все еще представляют опасность. И не только для машин, но и для людей. Была с префектуры представитель и сказала, что они сейчас на какой-то аварийной ситуации, но обещали приехать. Ждем. Ситуация с падением деревьев на автомобиле становится все более частым явлением. И здесь совершенно ни при чем форс-мажорные обстоятельства. В виде ураганов. Речь идет о падающих деревьях на припаркованные автомобили во дворах жилых домов. И в местах, специально предназначенных для парковки автомобиля. Жители Михайловского шоссе надеются, что им помогут в сложившейся ситуации. Ведь если деревья не опилят, они могут снова упасть. И в этот раз уже на людей.